В Караганде будут производить лекарственные препараты для лечения таких тяжелых заболеваний, как рак, сахарный диабет и гепатит. Уже в следующем году на базе научно-производственного холдинга «Фитохимия» в рамках карты индустриализации будет построена третья очередь карагандинского фармацевтического комплекса, с ходом строительства которого знакомился глава региона. Проект предусматривает строительство лабораторного и производственного корпусов фармкомплекса. Здесь помимо таблеток, капсул и порошков впервые в Казахстане будут выпускать так называемые биосимиляры – препараты, предназначенные для лечения рака, диабета и гепатита. Областной глава осмотрел строительную площадку, где ведутся земляные работы, а затем обсудил с инвесторами и руководством комплекса вопросы реализации столь масштабного проекта. В частности, Баужан Абдишев так и не увидел конечный план застройки. Придется пересмотреть инвесторам и другие нюансы строительства, поскольку комплекс находится в экологически чистом районе Караганды. Вы должны понимать, это ботанический сад. И когда говорите, первое, вопрос котельный, для меня большой вопрос. Какую бы технологию ни говорили, но здесь, в ботаническом саде, я не знаю, даже надо думать. Я сюда не позволю, чтобы здесь стояла кочегарка и дымела в ботаническом саде. Это неправильно? Я вообще говорю. Сегодня Карагандинский фармацевтический комплекс приступил к модернизации производства, которое будет соответствовать требованиям GMP. А трансфер технологий от ведущих мировых и российских компаний позволит выпускать лекарственные препараты международного стандарта. А значит, их экспорт страны Таможенного союза и другие государства будет увеличен. Сумма инвестиций 1,4 млрд тенге. Предполагается штатная численность сотрудников 150 человек. Срок реализации проекта 4 квартал 2014 года. Ирина Камышо, Ужас Габасов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский.